здравствуйте дорогие друзья и так шаббат перед нами шаббат шаббат нашей недельной главе мы впервые встречаем это понятие одно из величайших вообще установление известных мир шаббат изменил представление мира времени пока не существовало иудаизма люди измеряли время либо секундами потом по солнцу соответствии с 365 дневных дней календаря либо по луне то есть во время 30-дневного в этом плюс-минус то что происходит с луной понятие 7-дневной рабочей недели не имеет аналогов в природе и возникла в торе и разошлось по всему миру при посредничестве других даже религий потому что христианство взяла себе выходным потом воскресенье а ислам пятницу и понятие год мы обязаны солнцу месяц луне а понятием неделя мы иудаизму как мы узнали из нашей недельной главы что заповедь шаббата стала одна из первых которых получили сына израиля когда вышли из египта когда они пожаловали что у них там неважно с едой бог сказал что не пошлет ман с неба но в седьмой день не собирайте его почему шаббат будет зато шестой день будет двойная порция вот почему шаббат мы до сих пор подаем две халы как напоминание о тех временах обратите внимание тогда написано воспел маше израиль песню богу этот шаббат вообще песен это один из тех шаббатов которые имеют именное название это шаббат широ шаббат когда поется песня о море и мы произносим эту песню о море да она в молитвенниках всегда есть но как это почувствует ну какая-то там песня есть комментарии маген аврам написано следующее песню моря нужно произносить с радостью представляя в уме что ты сам проходишь через море и тогда кто это сумел сделать в этот день прочитал ему прощаются грехи за целый день представляете стоит вообще наверное сосредоточиться на этом а люди этого даже не знают будни мы загружены сердце нашими с нами мы как немножко пьяные до от хлопот от беспокойства трудностей повседневных забот но шаббат установленный богом это святой шаббат день покоя радости когда приходит написано дополнительная душа спускается сверху в человека мы должны видеть свои дела уже сделанными без всяких тревог без всяких день о котором сказано благословение бога обогащает и не прибавится к нему от печали то есть воспользоваться над этим моментом а сейчас произнести песнь моря в этот день это вообще это это шаббат широ это самый главный день кто прочитает час по ему написано еще раз повторять с все грехи прощаются как будто он родился заново в этот шаббат мы можем взглянуть на себя как будто мы выходим из египта слова на нас освободили только что мы можем пережить преследование свою уверенность творце мы все можем в этот шаббат man шаббат не выпадал обратите внимание тут корень почему работа в шаббат бесполезно все дни идет бархас сверху а в шаббат мы как бы поднимаемся к богу и в этот день в этот день в мире не создана система которая как бы ну для работы все что ты делаешь не имеет жизнеспособного корня в работе в этот день если это не связано с шаббатом ни одна работа не одни деловые операции они не рождены ведь все что в духовное первично в духовном нету этого поэтому нам просто показывается что вместо того чтобы тратить просто бесполезно своими посвяти его богу покой суббота с господу написано то есть все что вообще суббота упомянуто именно с маном в то ли месте и был субботу мана одна и та же цель какая сделать нашу абсолютную явность зависимость от бога как единого источника всех наших средств и нашего существования написали мудрецы убежденность том что наши усилия является единственным фактором определяющим наш успех что делает неоправданный рабочий день каждый раз когда мы думаем что мы самые умные самые победительные да это день пропал поэтому то что мы не работаем субботу подтверждает нашу веру в творца и что наши труды не более чем канал по которому спускается благо поэтому давайте сегодня сосредоточимся вот на том чтобы подниматься вверх брахавы от слаха хорошей субботы всего самого лучшего